Здравствуйте дорогие друзья и гости нашего канала. В одном из видео я рассказывала о двух способах сохранения петунии зимой. Это черенкование и хранение маточников в домашних условиях. Сегодня хочу показать вам, как и где я храню маточники, петунии, вербены, алиссума, бегонии, катарантусов. Храню я их дома, в маленьком неотапливаемом помещении, которое мы называем котельной. Здесь у нас находится бойлер для горячей воды. Из оконных проемов имеется одна маленькая форточка. Муж сделал мне здесь полки, на которых я и расположила свои растения. Света, конечно, здесь недостаточно, поэтому над каждой полкой установлены фитолампы. Световой день должен быть не менее 10 часов. Обычно в 7 часов утра я включаю фитолампы, а в 17.00 выключаю. Обязательно на полке находится термометр, чтобы контролировать температуру воздуха. Она должна быть не выше 15 градусов и не ниже нуля. Обычная здешняя температура 10-12 градусов, вполне подходящий для передержки маточников. Также немаловажное значение имеет влажность воздуха. Она должна быть около 80%. Днем здесь всегда включен увлажнитель воздуха. Полив минимальный 2-3 раза в месяц. Подкормка удобрениями на этот период исключается. Это условия, обеспечивающие растениям состояние покоя. Некоторые маточники питуней я пересадила в горшки поменьше и почти полностью обрезала побеги, оставив 10-15 сантиметров. Здесь есть как вегетативные питунья, так и те, которые я вырастила из семян, которые мне очень понравились, поэтому я и решила их тоже сохранить. Например, вот этот сорт Гранди Флора или вот этот ампельный Изи Вейв. А это вегетативные питунья, которые я выписывала из интернет-магазина черенками. Но здесь у меня не только питунья. Это черенок ампельной гортензии, сбежавшая невеста. Сам маточник пока в теплице, планирую опустить его на зимовку в погреб. Это ампельная вербена. Я ее выписала укорененным черенком. А это вербена выращенная из семян. Здесь же горшочки с королевской геранью. Я ее тоже обрезала, подготовив к состоянию покоя. Это ампельная бегония, которую я выписывала черенком. Осенью мне пришлось ее обрезать, потому что она немного подмерзла. Не углядела я за ней. Но, как видите, с ней все в порядке. Она начинает выпускать листочки. А это уже ее черенок, который я успела укоренить до заморозков. Здесь укореняются черенки Алисума Сноу Принцесс. А это маточники катарантусов, которые я вырастила весной из семян. Хотелось бы их тоже сохранить. В этом контейнере черенки туи, которые я на днях поставила укореняться. В таких условиях маточники благополучно переживают зиму и уже в середине февраля зацветают. В январе перенесу их в теплое место. Планирую в дальнейшем размножить эти растения, нарезав с них черенки в феврале. Благодарю всех, кто досмотрел до конца. Оставайтесь с нами. До новых встреч!